Добрый день всем слушателям русского часа в Дублине. Я думаю, что каждому, кто хоть раз интересовался своей жизнью, приходилось обращаться ко всевозможным специалистам в области оккультных наук. Скорее всего, некоторые из вас, покупая соответствующую литературу, сами пытались разобраться в своей жизни. Не знаю, что у вас получилось, но я уверен, что даже если вы получили некоторые результаты в своей практике в сфере эзотерики, они скорее всего могли бы вас разочаровать или же запутать еще больше. Да, на современном книжном рынке есть много книг на тему астрологии, гадания на картах Таро и всевозможных других практик. Их сейчас издают очень большими тиражами, так как есть спрос на эти сокровенные знания. Лично я, Вячеслав Чаро, стал практиковать в этой области с 1993 года. С того времени прошло полных 20 лет. И я по сей день считаю, что знаю не столь много, чтобы говорить, что я много знаю. Начиная с 2005 года, я стал писать книги на тему эзотерики. Ну а начиная с 2010, стал самостоятельно изготавливать на заказ соответствующие карты для гадания, которые уже давно не издаются в массовом ассортименте. На сегодняшний день в моем арсенале более 20 колод карт и 10 видов оракулов для предсказаний, а также 9 книг на тему гаданий и отношений. Воссоздавая давно потерянные колоды, мне удается сохранить то, что должно остаться для дальнейших поколений. Все колоды карт уникальны по-своему и имеют некое свое узкое направление, в котором они могут быть использованы. Все свои колоды я ламинирую, тем самым обеспечивая им долгую жизнь. Вы остановили свой выбор на картах Таро? Хороший выбор, если вы действительно решили узнать их по желанию своей души. Моя колода карт Таро во многом отличается от остальных, так как в каждой карте можно найти свой персональный ответ и те знания, которые есть в каждой карте. Каждая карта привязана к астрологическому знаку и декаде, планете и знаку зодиака. Вы знаете, очень просто и одновременно очень сложно ответить на вопрос, что же на самом деле есть Таро? Я убежден, что это загадка, а точнее сказать некий уникальный способ общаться с высшим разумом благодаря своему интуитивному каналу. Увы, не всегда можно объяснить словами то, что видишь и можешь чувствовать. Таро – это система, которая обладает поистине уникальной силой знаний и мудрости, которая прошла самые тяжелые испытания и испытания временем и не утратила своей былой значимости даже в нашем современном мире. Таро – это самое настоящее зеркало образа в нашей душе. И чем дальше мы смотрим вглубь себя, тем больше мы открываем самого себя, как частицу мироздания, созданную любящим нас Богом-кворцом. Понятно, что любое зеркало способно отражать видимую реальность без того, чтобы судить о ней. Мы можем видеть в нем красивое и уродливое, приятное и неприятное. Мы можем разбить его, если нам вдруг не понравится наше отражение. Но ведь это не изменит нашей внешности. Увы, но это так. Образы Таро умело стараются описать наши духовные условия жизни. Через эти образы мы способны видеть свою внутреннюю реальность в дальнейших перспективах. Мы можем использовать их или игнорировать. Выбор остается только за нами, и никто не сделает его за нас никогда. Таро – это настоящая книга мифов. На первый взгляд, это не моя книга. Увы, но это не так. Эта книга готова говорить только с теми, кто готов слышать ее советы и сообщения. Таинственные символы Таро издавна считались ключами к древним мистериям. Если вы готовы видеть и принимать знания, Таро даст вам эту информацию, указывающую на особые силы, которые способны влиять на вас и помогать вам, а также которые могут открыть вам тайны многих белых пятен. Вот и выходит, что Таро – это тот самый путь, в процессе которого человек совершенствует себя. То, что мы отбрасываем и теряем в этом процессе творения, нашего никогда по-настоящему и не было. То, что разрушается, быть может, и не росло в нашей истинной сущности, а лишь только присутствовало, как лишнее для нас самих, но не мешало, пока этого сами мы не поняли. Я убежден, что пренебрегать намеками, которые дают образы Таро, так же глупо, как пытаться открыть очень сложный замок без ключа, который у вас есть, но он находится у вас дома. Таро – это своего рода ключи жизни, а точнее сказать, тайны, которые вам неведомы. Покупая мою колоду карт Таро, вы получаете от меня в подарок книгу, посвященную символам Таро, которая была написана мной в 2011 году. Весь комплект карт стоит 150 евро за маленькую колоду, размер карт 5,5 см на 8 см и 220 евро большая колода, размер 125 см на 8 см. В эту стоимость включена пересылка из Ирландии в любую точку мира. Скорее всего, ни один историк, наверное, не сможет точно ответить вам, откуда, кем и для чего именно были изобретены карты, для игры или для гадания. Испокон веков все, что было связано с картами, считалось греховным. Религия и церковь приложили немало сил для борьбы с явлениями, которые хоть на минуту могли поколебать умы людей. Сведения о разных тайных учениях на протяжении многих столетий, в разных культурах и народностях, передавались из уст в уста. Знания запоминались и тем самым получили свое дальнейшее развитие. Я точно знаю, что все виды гаданий, которые существуют на Земле, призваны помогать людям лучше понимать самих себя и учить их использовать свою энергию себе во благо. Именно поэтому, покупая ту или иную колоду карт, книгу или оракул, вы сами для себя уже можете прогнозировать свою жизнь и жизнь ваших близких. Каждый человек на Земле стремится к чему-то. Один человек стремится к наработке собственного опыта, другой к деньгам, третий к славе, четвертый к власти, ну и так далее. Мало кто стремится познать себя как частицу Божьего промысла и прислушаться к зову своей души. Да, большинство людей соглашаются с тем, что есть нечто такое, назовем его высший разум, которое умело направляет человека следовать заранее уготовленной ему одной дороге жизни. Лично я думаю, что это не совсем верное суждение. Да, на самом деле есть уготовленное свыше руководство, эдакий путеводитель, который способен показать один из способов развития жизни отдельно взятой личности или целого государства, если следовать неукосительно этому руководству, то есть тупо плыть по течению. Но есть еще и воля, которая толкает человека принять это руководство за основу, или же толкает человека на поиск своего собственного пути в жизни, чтобы потом принять его за основу основ. Жизнь каждого человека похожа на зеркало, в котором видно все, если внимательно всматриваться в него. Так же, как мы используем зеркало, чтобы видеть свою внешность, мы можем использовать любые образы того или иного гадания. Многие из нас боятся встретиться лицом к лицу со своей внутренней реальностью, так как именно в ней можно обнаружить очень уродливые, а иногда и самые неприятные стороны своей личности. Очень легко делать вид, что знаешь себя, веря при этом, что это так. Приходится тратить много времени и энергии, поддерживая свою иллюзорную внешность. И чем иллюзорней эта внешность, тем больше приходится защищать ее и тот самый страх, который заложен изначально в этой внешности. Знаете, каждое ваше действие или каждое отрицание скорее раскрывает, а не скрывает, лежащее под всем этим неблагополучие этой личности. В результате всего этого появляется страх и узость мышления, подавленное состояние, которое ведет к изоляции, а истинная внутренняя реальность остается неведомой и скрытой от самой личности, то есть от вас самого. Как ни удивительно, мы знаем, как принимать или любить себя только тогда, когда прекращаем пытаться спрятаться от нашей внутренней реальности. Исследовать самого себя – весьма рискованное дело. Новые перспективы способны разрушить наши старые привычки и манеры, потрясти само основание нашей веры, и это чревато большими изменениями в жизни любого человека. Следует не забывать, что награды внутреннего очищения велики. Каждый раз, когда мы открываем и отбрасываем одну из наших иллюзий, мы приближаемся на шаг к нашему истинному, безграничному и вечному Я. Хочу вам пожелать учиться всему, что интересно. Знаете, в жизни трудно обойтись без знаний. Знаний не бывает много, их почему-то всегда не хватает. А жизнь, подобно свече, горит и угасает очень быстро, особенно, когда не думаешь об этом. Я думаю, что каждый, кто хочет понять лучше себя и свою задачу на эту жизнь, не может оставаться в стороне от законов бытия. Также я хочу сообщить всем, кто по тем или иным причинам потерял со мною связь, что я уже давно не живу в Молдове и сейчас живу в Ирландии. Если есть желание, пишите на мой email и заказывайте то, что вам близко по духу. Я, Вячеслав Чиро, буду рад помочь всем, кто будет нуждаться в моей помощи. Ну а на сегодня я желаю вам мира, добра и любви во всех ваших начинаниях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok